Факел завершил последний тур национального чемпионата победой. Красноярский Енисей оказался поверженным. И хотя сибиряки сопротивлялись до последнего, все попытки оказались тщетными. Огненные выиграли в сухую. Сейчас команда находится на четвертой строчке турнирной таблицы и открывает серию плей-офф. Обо всем подробнее в репортаже моих коллег. Наталья Худяева продолжит тему. Енисей не соперник. С таким настроем на последнюю игру регулярного чемпионата идут фанаты огненных. Стартовый состав нашей команды лишь укрепляет боевой настрой фан-зоны. Парни стараются. Мороз выполняет удачный эйс. Лихошерцев дважды блокирует атаку, а Клюка пробивает двойной блок красноярцев. В концовке первой партии факел подходит с колоссальным разрывом. 20-13. Эйс Каладинского заставляет гостей взять еще один тренерский перерыв. И сделать двойную замену, которая ни к чему не приводит. 25-15 в пользу огненных. Вторая партия выдается более напряженной. Борьба идет за каждый мяч ненадолго, но красноярцам все же удается взять лидерство. Но ямальцы тут же перехватывают инициативу. Енисей делает рывок и Спиридонов возглавляет погоню. Тренер факела вынужденно берет тайм-аут. И это приносит результат. В концовке сета команды подходят с равным счетом. 20-20. И тут начинается самое интересное. Игра на грани. Трибуны скандируют в ожидании победы своей команды. И факел берет верх. Черная полоса Енисея продолжилась и в третьей партии. Все попытки красноярца взять верх обернулись провалом. Факел по всем фронтам оказался сильнее. Перед серией плей-офф важно удержать этот настрой. Команда должна быть в тонусе. Важно, чтобы игроки сохранили хорошую физическую форму. Мы хорошо закончили регулярный чемпионат. Заняли хорошую позицию в плей-офф. Это радует, потому что по ходу сезона у нас были проблемы в плане физических кондиций. Нас преследовали травмы. Но команде удалось, тем не менее, занять четвертую строчку в турнирной таблице. И начинать стадию плей-офф на домашней площадке. Сейчас мы сосредоточены на этом важном этапе сезона. Надеемся продолжить так же хорошо играть и в решающем раунде. 10 марта «Факел» встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Гости располагаются на пятой строчке турнирной таблицы. Команды сыграют до двух побед. Первый матч пройдет на площадке «Огненных». Второй – 17 марта в культурной столице России. Если понадобится еще одна встреча, то «Зениту» вновь предстоит приехать в Новый Уренгой. Наталья Худяева, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».